Здравствуйте, друзья! Я с кем мог, не успел познакомиться, с кем не успел, с кем познакомиться в общении. Это очень приятно Вас видеть, такой по-русски интеллектуальный центр Риги и Балтики. Такого нету в Димнисе, это я точно знаю. Благодарность за то, что есть такое место отогретое Алексею, Сергею и Елене. Нет, я не вижу ее еще здесь. Место очень хорошее и лица очень хорошие. Тему «Гурджинский миф» я предложил на виду с несколькими другими темами, была избрана эта тема. И мне кажется, что это интересный вопрос, взглянуть на этот вопрос, взглянуть через него, посредством этого вопроса, на нас с вами. Понимаете, слово «миф» уже настораживает. Мы знаем, что есть греческие мифы, нас учили в школе, а есть учения великих классиков марксизма. Но вообще этот термин «греческая мифология» – это термин отстранения от греческой мифологии. Вот мы, христиане, у нас есть великая христианская религия, которую нам принес высочайший Бог, Сын Божий, одна из трех ипостасий Троицы, то есть что выше. А тут какие-то греческие мифы, сказки и суеверия, язычники одним словом, пэйганс, поганые. И когда я говорю «гурджинский миф», я имею в виду, разумеется, не эту позицию, разумеется, не позицию высокомерия. С какой бы точки зрения я не смотрел на этот миф, скорее я пользуюсь этим словом, чтобы обозначить систему идей и практик. Вот это очень важно. Это не просто система идей Гурджинева, не просто система образов, но это система идей и практик. Фактически, как и христианский миф, как и марксистский миф, гурджиевский миф предполагает определенную этику и определенный образ жизни. Живи как христианин и умирай как настоящий марксист, живи как этого ждет от тебя система Гурджиев. Почему Гурджиев именно? Ведь в начале XX века мы можем вспомнить, назвать дюжину, а то и две дюжины достойных людей, которых можно поставить рядом с Гурджиевым. Начиная от общего истока Елена Петровна Бловацкая, жившая в XIX веке, 1831-1891, Гурджиев родился где-то в 70-х, кто-то говорит, 60-х годах XIX века, то есть он прожил чуть ли не 20-30 лет при жизни Бловацкой, молодым человеком. То есть это люди, конечно, разные по возрасту, но все-таки жившие в одном промежутке времени. Почему именно Гурджиев, а не Штейнер, не Кришнамурти, не Михербаба и так далее, и так далее. Мне кажется, что в новое время, в новейшее время было три значимые системы. Это система Бловацкой теософии, это система Штейнера-антропософия и Гурджиевская система, четвертый путь, так называемый. И я хочу использовать это понятие мифа не в пренебрежительном контексте, а в контексте внимания к тому пространству, мысли и жизни, в котором мы с вами живем. Вот воздух, мы его не замечаем. Рыба не замечает воду, в которой она плавает. Мы не замечаем воздух, мы живем в определенном мифе. Хотим мы того или нет. Что бы мы о себе ни думали, мы все равно дышим воздухом мифа. И в конечном счете, может быть, в конце нашей беседы кто-то из вас задаст вопрос, самому себе или мне, а в каком мифе мы живем сегодня. Гурджиевское учение позднее. Он умер в 49-м году. 20-го века. Штейнер умер в 25-м году. Блаватское, как я сказал, в 1891-м. Поэтому он и по времени позднейший. И, на мой взгляд, гурджиевское учение, гурджиевская традиция, это последняя, ну не побоюсь этого слова, последняя великая традиция. Если говорить о религиозно-миститских традициях. Последняя великая традиция, которая осуществилась в наше время. Мне было 9 лет, когда мы умер в Курджиеве. Я его, конечно, не видел. Потому я хочу посмотреть на последнее серьезное явление. Гурджиевский миф – это универсальный миф. Христианство – это универсальный миф. Буддизм – это универсальный миф. Что я имею в виду под этим словом универсальный миф? Он всеобъемлющий. Он миф со своей космогонией, теогонией, космологией, психологией, этикой. Он… Ну вот у марксизма нет своей космологии, тем более теологии. Это такой социальный миф, спрессовывающий нас, особенно в советском преломлении. Вот, а здесь универсальный миф. Многомерный миф. Вот давайте посмотрим. Вот, есть у нас на что посмотреть. Вот древние мифы. Иудеи, ислам, христианство. Вот мы с вами наследники этого пространства. Кто-то из нас тяготеет к буддизму, кто-то к даосизму, христианству, исламу, иудаизму. Мы как бы в фокусе всех этих влияний. Хотя прошло много-много веков с древнего Вавилона, Египта, Шумерии, с индийской, периода индийской классики, мы не должны забывать, что мы несём в себя частицы, гены этих, психические гены этих пространств. Вот. И хочу отметить сразу, что мифы не стоят на месте. Они развиваются. Развивался миф Блаватской. Развивался миф христианский. Вчера мы говорили, я был в очень интересной компании, ярких, замечательных людей, живущих в Риге. И я говорил о том, что христианский миф уже в первые 3-4 века своей жизни он несколько раз менялся. Одним было учение Иисуса. Это была не религия. Это было религиозное движение. Это было мистическое движение во главе с Иисусом. Потом появился апостол Павел, который в глаза Иисуса не видывал, который стал апостолом и, в общем-то, своей фигурой затмил других апостолов и создал христианство как религию как религию. Добрый день. И он создал не только идеологию абсолютно новую, он создал еще и систему общин христианской. Он как безумный носился по миру и создавал, где он появлялся, появлялась христианская община последователей, людей, которые стремились к святой жизни, стремились к преображению внутреннему, стремились обрести внутреннего Иисуса Христа в себе, то есть новую личность, нового Адама. А потом в 3-4 веке каппадокийские отцы Василий Великий, Григорий Низкий и Григорий Назиандзин создали вообще что-то немыслимое, и Иисус, мать которого всем известна, отец, вдруг оказался ни больше, ни меньше, как самим великим богом, универсальным богом иудеем, тем самым не случайно Ветхий и Новый Завет переплетены в одну книжку в христианстве и замешаны в тесто Ислама своим содержанием, правда, пересмотрены. И вот иудейский миф, давайте возьмем, Элохим множественное число им окончания. Это был племенной бог или можно сказать некая пучок богов, пучок богов одного из семитских племен, одного из семитских племен, которые себя идентифицировали благодаря Элохиму. И вот этот племенной бог, бог Авраама, Исаака и Якова трансформируется в универсального бога, в абсолюта. Прямо на наших глазах. Читайте Ветхий Завет и вы увидите, как этот местный бог становится богом не только племени, но всего мироздания, создателем всего мироздания. и я хочу сказать, что опять видите, как хорошо его подсказывают мне. Ислам ислам и такое общее название, потом он превращается в целый спектр явлений от суфизма, глубочайшего мистицизма и кончаясь сегодняшним исламским фибринитализмом, значительной мере политизированным и очень актуальным сегодня. Вот этот весь спектр это ислам. А началось с Мухаммеда, и его семьи Хадиджа, Али и двое детей, внуков простителей. Хадиджа была единственная дочь, жена и Фатима была единственная дочь. То есть мысль проста и понятна. Когда я буду говорить о мифе Гурджевиана, это не один миф, это развивающийся миф, это меняющийся, нарастающий, что-то новое, что-то старое. Есть проходящий через весь всю Гурджевиану некий лейтмотив, но повторяю, я сказал, это большой миф, универсальный миф, это один из последних великих мифов. Не важно, что он не так распространен, не важно, что кое-кто из сидящих здесь не очень хорошо знает, о чем идет речь. Я к этому движусь. Важно, что мы имеем дело с очень серьезным явлением, сопоставимым с Теософией и в Лавадской, с буддизмом, христианством, мусульманством. И мы с вами хотим понять, какой мере этот миф нам нужен. Вообще о мифах надо сказать, что это естественно не знание, которое согласуется с нашим обычным знанием. Наше обычное знание, знание наших дел, нашего кошелька, нашего счета в банке, наших знакомых, наша жизненная мудрость, это одно дело. А мифы, универсальные мифы особенно, они достаточно расплывчатые, они фрагментарные, и с ними трудно согласовать наши обычные дела и понятия. Давайте начнем с самого близкого. вот три мифа нашего времени. Ну хорошо, не нашего времени, скажем мы. Два мифа закончили почти свое существование в 20 веке. Это марксизм, это фашизм, и это буржуазный миф. Смотрите, насколько ясные, четкие три мифа. Марксизм это мечта вековая людей о братстве, о равенстве, о свободе, о творчестве. Это коллективный миф. Мы все вместе, все человечество свергнем угнетателей, тунеядцев, и установим нормальную жизнь рабочих людей. Красиво. Посмотрите на миф нацистский. Так же красиво, так же замечательно. Только сильные люди всегда управляли миром. Они должны управлять. Сильными люди становятся, когда они охвачены высокими стремлениями, когда они стремятся к высоким достижениям. Но надо родиться в определенном пространстве. Сила это наследственность, сила это кровь. И мы должны культивировать эти качества в людях нашей крови. сильные должны управлять слабыми. Посмотрите на Рим. Посмотрите на Индию классическую, где кшатрии правили миром, а над ними были только брамины и боги. Или Рим, где патриции правили. Это были периоды расцвета, величия. И такой же мир хотим построить мы. А все, кто нам мешает, они должны быть внизу, они должны быть нашими инструментами. Это мечта о величии, о том, чтобы через тернии вырваться к звездам. Если марксистский миф, он в общем-то горизонтальный, то этот миф это устремление вверх, это сила, это красота, это мужество, это благородство. И посмотрите на буржуазный миф, миф, который сегодня победил во всем мире. Мы живем в этом мифе. Это воздух, которым мы дышим. этот миф, да, еще я хочу сказать, что марксистский миф, он никогда не осуществился, его никогда в жизни не было. Он был желанием подспудным людей, создать этот рай, коммунизм на земле. Это реальная вещь. А вот фашистский, нацистский миф, он несколько раз осуществлялся в мире, в рабовладельческих цивилизациях, в каких-то тиранических цивилизациях. И нацисты говорили, посмотрите, осуществление нашего мифа приносило расцвет культуры. И действительно, при этих царях, императорах, тиранах, расцветала культура, высокая культура. Буржуазный миф это миф демократии. Вот мы, дескать, все равны, мы все люди, одни богатые, другие бедные, но мы все свободные, мы все переходим дорогу по правилам уличного движения, если миллионер нарушил что-то, его судят теми же законами, мы живем в открытом обществе, равные возможности, если ты бедняк, пеняй сам на себя, если ты бездарный, то это твоя забота. Демократия, равенство, как будто французские, французские революции, лозунги, ну братства нет у нас пока еще на земле, ну что делать, тем не менее, мы все хотим братства, мы открыты все ко всему миру, мы всем сочувствуем, но мы, Европа и Америка, тем не менее, себе на уме, своим не делимся, чужое берем под разными прикрытиями различных логистических, банковских, идеологических операций, мы ведем себя уверенно, и если кому-то не нравится, как мы повели себя в Югославии, там, в Ливии, в Афганистане, то это нас не касается, мы твердые, сильные защитники демократии, мы влезаем в любые страны с заботой о правах человека, устраиваем там революции и устраиваем те права человека, которые нам нужны. Это интересный миф, он оказался более живучий, более сильный, у него позвоночник, ребет намного сильнее, чем у марксизма и фашизма. И миф этот пока, в общем-то, не колеблется, ему противостоит разве что нет, не это, ему противостоит разве что фундаментализм исламский и какие-то там студенческие жалкие волнения, которые, в общем, не стоят и слова доброго. Зеленые, может быть, там еще хотят, чтобы сажали деревья и кусты. То есть, нету противостояния буржуазному мифу. Он всевластен и мы движемся по его правилам движения, мы живем в его пространстве. Я вам дал пример трех мифов, которые просты и понятны, как воздух. И каждый из них по-своему очевиден и убедителен. Я хочу обратить ваше внимание на понятие очевидности. Миф должен быть очевиден. не нужно кончать университет и получать докторскую степень. Он должен быть понятен ребенку, взрослому старику. Он должен быть нагляден и в нем не должно быть сомнений. И каждый из этих трех мифов, названных мною, добился того, что он стал очевиден для всех. Его убедительность должна быть стопроцентной. Хорошо, возьму вот эти мифы, скажем, миф буддийский, христианский. Это же безумие, друзья мои. Непорочная дева рождает Бога сразу. Этот Бог умирает, потом воскресает, потом он оказывается одним из трех ипостасей того самого Бога, которому все остальные иудеи молились в течение тысячелетий. Это никак не вяжется с здравым смыслом. Понимаете, что это? Как это могло стать основой цивилизации, в которой Запад живет две тысячи лет? Как эти вещи могли опять же иудейский миф понятен, мусульманский понятен, Аллах и Ягова, Яхве, это центр, это исток, а здесь мы имеем в христианстве одного Бога, который в то же самое время троичен. Так один или три? один равен трём, никакая арифметика с этим не справляется. Мусульмане в ужасе от этих слов. В Коране чёрным по белому два-три раза написано те, кто говорят, что у Бога есть сын или дочь, это богохульники. Какой сын Божий? Пророк, великий пророк Иисус очевидно. Видите, каждый требует очевидности, каждый хочет убедить, каждый создатель мифа бьётся над задачей найти последователей мифа. А буддистский миф тоже давайте посмотрим на него. Он не одноцентрический, как иудаизм и мусульманство, он не трицентрический, как христианство, он человекоцентрический. Будда простой человек, как я, вы и все остальные. Будда пошёл по пути браминов, он пошёл по пути отшельников, который в течение девяти лет практиковал мудрость ведическую. И он разочаровался в этой мудрости. Он ушёл от духовных практиков, сел под дерево бодхи и собственным трудом, собственной концентрацией достиг просветления. Всё, вся история. Человек без помощи Зевса или Варуны, или Кришны, или Шивы, он сам, и каждый из нас должен сам стремиться к просветлению. Можете объединяться для этого. И наука буддизма проста как дважды два четыре, даже ещё проще. Четыре благородные истины, есть страдания и есть восьмиричный путь, который ведёт к просветлению, к освобождению от страдания. Настолько просто, что нам, западным людям, привыкшим ко всяким гигельянским и другим сложностям, это кажется даже неинтересным. А вопрос когда можно задавать? Я предполагал, что я буду часто мягко говорить, а потом во всяком случае о Гурджиеве я должен поговорить, но мне нужно было создать вот эту определённую пространство, в котором давайте сразу перейдём к Гурджиеву, чувствуется нетерпение. Гурджиев появился в Москве в 1912 году. Откуда он появился неизвестно? Он написал книгу «Встречи с замечательными людьми», где он довольно-таки туманно описывает своё созревание, становление, так есть изумительная глава отце, так и называется отец, и несколько очень интересных глав, которые как будто бы ничего рода на самом деле рассказывают очень много. В 1912 году он появился в Петербурге, я говорил вчера в этой тёплой компании, что приехав в Москву и в Петербург откуда-то с востока, он купил большой дом или нанял большой дом в Подмосковье, он увесил стены коврами, он напустил благовония, всевозможные артефакты, кинжалы, я не знаю, курильницы, он решил привлечь учеников таким образом. Но это не сработало. Русские люди как-то так на эти восточные приманки не клюнули. Тогда он понял, что русских интеллектуалов надо брать идеями. И он начал в Филипповской булочной, сидя за столом с утра до вечера, беседовать с разными людьми о том о всём и излагать им некое странное учение. И вот начинается гурджинский мув. Вот тут в 12-м году начинается, в 49-м заканчивается. Посередине одна война, потом другая война. В 14-м году началась первая война, закончилась в 18-м, вторая началась в 39-м, закончилась в 45-м. Гурджиев прошел через эти две войны. учения гурджиева и миф гурджиева калькируют разные вещи. Там очень много элементов буддизма, очень много полагания на человека, а не на Бога. Да, собственно говоря, гурджиев и утверждает, что после того, как Бог создал агента творения, он больше ничего не делал. Все остальное космос образовался автоматически по законам, которые создал Бог. Кто был агентом творения в истерности? Бог Слова, Бог Логос. У гурджиева тоже Тео Мертма Логос. Тео Мертма Логос это то же самое, что Бог Сын. Тео значит Бог, Мертма значит или Мартма значит человек по-армянски, Логос это Логос. Тео Мартма Логос. И вот весь акт творения Бога заключался в том, что он создал этот Логос или агента творения, который начал взаимодействовать с инертной проматерией. Эферокрылно погурджиевая называется. Но мы знаем по иудаизму что из христианства что Бог создал мир из ничего. Это все мы знаем. Но это ничего, это ничто, оно очень туманно и скорее всего напоминает некий хаос первоначальной греческой космологии или Эйнсов про материю каббалистов. во всяком случае Бог создал мир из чего-то бесформенного. Вы помните тьма там над бездную и дух носится над водой. Вот там внизу была тьма и вода. И Бог сотворил из этого организованный космос. Запустил созвездия, туманности, планеты, галактики, спутники и насадил жизнь на земле. Это христианство. В гурджиевском мифе все закончилось для Бога только лишь творением Тео мертвого логоса. Больше Бог ничего не делал. Дальше Бог ни в чем не участвовал. Бог Гурджиева живет в Царстве Небесном. Что такое Царство Небесное? Некая сфера. Ну психическая сфера. Ну физическая. Ну трансфизическая. Некая сфера. И у Гурджиева эта сфера называется Солнце Абсолют. И гурджиевский миф рассказывает смешную немножечко по наивности своей басенку о том, что однажды интересно, что Владимир Степанов рассказывал мне эту басенку, когда я еще ничего не читал Гурджиева в 60-х годах. Что однажды сидел Абсолют на диване, покуривал, попивал венцо, и вдруг он почувствовал, что диван скукоживается, все меньше и меньше и меньше. и скоро дивана не будет. То есть Солнце Абсолют или Царство Небесное уменьшаются и надо что-то делать, а уменьшаются, потому что работает время. Время у Гурджиева называется Хиропас или Геропас по-русски переводит. Тоже красивое такое. Там есть разные толкования этого слова, но самое простое на поверхности это Хиропас это проходит. Даже Герой проходит. Время так работает, что и Герой, и Негерой все Пас все вытекает. И вот этот Хиропас навис над самим Абсолютом. И Абсолют, который меньше, чем Хиропас чем Геропас и слабее должен был что-то придумать. В этом Царстве Небесном в Солнце Абсолюте господствовал закон, который Буржиев назвал, у него кстати тысячи неологизмом, этот закон назывался автоэгократ. Это значит сам себе хозяин, сам управляю. Кратия это управление, аристократия, демократия, а тут авто да еще эго сам себе. А когда Абсолют увидел, что время подтачивает и истончает под ним диван, он создал закон, который называется трога автоэгократ. Переводят его так, что вот дескать ем, поедаю и поедаем, и потому автоэгократ. То есть возникает идея у Гуржиева, что Бог создал космос, весь космос, основанный на законе взаимного питания. Это слово взаимное питание mutual feeling оно вроде бы двусмысленное и красиво звучит. Ну что допустим вот мы с женой мы питаем друг друга своими токами своими вниманием своим любовью. Дружба это взаимное питание все красиво. и все нормально. Если весь космос так построен то очень даже хорошо. Но тут же он приводит очень интересный пример Гуржиева. Пример как были созданы люди. Наверное многие из вас это знают. Все таки я напомню планета Земля в созвездии Орс или в Солнечной системе однажды была стукнута какой-то пролетающей кометы и от Земли отлетело два куска. Один кусок стал нашей Луной а другой кусок стал второй Луной о которой мы ничего не знаем. И эти куски оказались в странном положении по законам трога авто эго крати они стали вращаться вокруг Земли обе Луны но их вращение было немножечко ненадежным они могли либо свалиться на Землю вокруг Земли свалиться на Землю либо улететь куда-то от Земли и чтобы это не произошло на Землю была послана комиссия из высоких духов или священных существ я вам рассказываю миф я рассказываю сказочку этот миф вы можете в первоначальном виде прочитать как он написался по-русски в русском издании книги Гуджиева рассказывали Землю на своем духе и тогда эта комиссия стала взвешивать что делать чтобы укрепить позицию Луны в основном вот этой Луны которую мы видим вторая вроде бы меньше беспокоила комиссию и комиссия решила что для того чтобы держать Луну нужны определенные вибрации посылать в сторону этой Луны эти вибрации создаются лучше всего людьми люди так сказать кормят Луну или держат но людей на земле не было земля была голым куском камня и тогда они решили произвести на земле людей процесс этот для нас долгий но для них это одна секунда они тут же за эту секунду насадили семена жизни эти семена стали развиваться потом появились рыбы млекопитающиеся пресмыкающиеся потом появился человек люди рассилились по земле и стали работать и питать Луну вот вам мючел филинг может быть Луна кого-то тоже питает но в основном мы созданы для того чтобы питать Луну согласно вот джимского мюнфа ну если еще вспомнить что мы питаемся я не знаю говядиной свининой рыбу я очень люблю и всякими другими замечательными животными продуктами получается в общем-то это мючел фидинг может быть где-то это красиво но где-то это просто каннибализм и получается что весь мир построен взаимным поеданием но не взаимным поеданием ну конечно когда тело человека тело допустим кого-то Бен Ладена бросают в океан то его съедает рыба а до того Бен Ладен ел рыбу получается что взаимное питание но я все-таки вижу здесь жесткий дарвинизм и жесткую борьбу за пожалуйста дарвинизм а не является ли вам сказанная как бы культируем интерпретированная в конце вопрос все-таки какими-то мартинистскими легендами о сотворении мира я сказал что очень много разных истоков безусловно и Теосовские и масонские разогрейцев и там есть еще немножко разогрейцев я хочу напомнить вам что христианская христианская легенда своим центральным этическим элементом имеет жертву бог бог пожертвовал своим сыном ради нас сын пожертвовал своей жизнью ради нас и это было убедительно это было психологически убедительно мы так и живем мы жертвуем своим временем ради своих близких ради детей ради родителей ради дружбы мы жертвуем благородно жертвовать красиво жертвовать в христианской очевидности каким образом идея вот этого пожирания луной нас нами коров стала очевидной для последователей дружбы каким образом они полюбили эту идею и отвергли идею христианскую это интересный вопрос и вопрос этот и достаточно сложный потому что если мы будем постоянно жертвовать если мы будем постоянно отдавать друг другу своей жизни то где же будем мы понимаете получается что идея реализации красоты добра и истины она исчезает а происходит постоянный отказ и постоянная жертва бог пожертвовал сыном сын пожертвовал собой мы должны жертвовать если мы все будем жертвовать мы будем без копейки нам надо иметь душевный капитал нам надо понимаете понимаете в христианстве эта идея опасная полный самоотказ полная самоотдача и что ноль все отдал я пробую понять каким образом идея вот этого каннибализма как главного принципа космоса мироздания могла стать могла стать понятной и близкой последователем гурджиева которые жили приемы которые живы сегодня и гурджиевские группы распространяются по всему миру по всей Европе Америке эти ли идеи лежащие в основе либо они не додумываются до конца во всяком случае мы имеем дело с определенной фрагментарной мифологии и я хочу отметить что нацистская идея высоких достижений духа высокого сверхчеловека я хочу это ведь главная формула нацизма я хочу это противоположно этой жертве этой христианской жертвенности и самоотрицанием здесь не так все просто и каждый из вас может взвесить в какую мере он хочет жертвовать собой для своих детей для своих родителей для своих близких хочет ли он отдавать все последнюю рубашку или он хочет создавать некое ядро некую монаду некая яеснь гурджиевская яеснь согласно гурджиеву мифу гурджиева человек это такси садятся разные пассажиры один говорит отвези меня на восток другой говорит отвези на запад на север на юг таксист весь день жертвует он всем служит а где же он сам каждый человек это вот такой таксист такое такси надо иметь свою машину надо ездить по своим делам надо чтобы было я и у этого я было еще есмь вот этот момент видимо назрел в те годы потому что все это создавалось гурджиевым привезено было в 12-м году и этому он учил до 49-го года прошлого века вот это яеснь одна из важнейших идей главатской Штейнера и гурджиева нужно все эти множественные наши личности а каждый человек это набор масок или персон чтобы они уступили место перманентному я есмь это задача гурджиева это его задача которая это простите не задача это долг или как говорил гурджиев партикл долг дюти партика это долг по-армянски долг по-русски дюти это долг по-русски вот такое слово создал гурджиев партика долг дюти через черточки дюти долг человека достичь состояния перманентного большого я а в настоящее время в нас хозяйничает банда маленьких я мы гурджиев пользовался здесь образом библейским из нового завета мы имение в котором слуги распущенные каждый делает что хочет хозяина нету они пьянствуют они занимаются не тем что нужно нужно чтобы совестливые слуги создали некий союз и кого лаской кого кнутом кого пряником создали порядок в этом запущенном имении и тогда придет хозяин я есть другой образ гурджиева это образ коляски где коляска это наше тело лошади это наши эмоции кучер вечно пьяный это наши мысли хозяин не хочет в этой коляске ездить потому что потому что состояние коляски безобразное вот вот гурджиевский миф миф маленькие обрывки которого я сейчас представил вам в очень тенденциозном и очень страстном виде потому что я достаточно страстно отношусь к учению гурджиева я повторяю для меня это одно из один из универсальных мифов это большой миф никто не отважился рядом с гурджиевом рядом со штейнером и блаватской создать такой миф после гурджиева и во времена гурджиева не было так равных космогонических теогонических мифов не было я не знаю может быть вы знаете вот и в этом смысле мне представляется очень важной не просто знакомство с этим мифом представляется очень важным для каждого из нас осознать свой собственный миф я спрашивал вчера новых знакомых есть ли миф у города Риги хотелось мне спросить каждого человека а есть ли у тебя твой собственный миф о самом себе есть ли у вас семейные мифы которые вас поддерживают в которых вы живете не замечая их человек живет в мифе он не может жить вне мифа он не может отодрать от себя все мифы тогда у него будет миф что он отодрал от себя все мифы и что он абсолютно свободен нельзя выйти из мифа гурджиевский миф это большой миф с очень интересными фрагментами какие-то отталкивают какие-то настораживают и в этой связи мне хочется два слова буквально сказать о моих друзьях с которыми и учителях с которыми я сталкивался в личном плане одним из моих учителей вторым был Владимир Степанов моим учеником назвал себя Игорь Калинаускас вот у меня были учителя и ученики в Америке вот и каждый из этих людей названных и не названных мною нес в себе определенный миф определенный миф Степанова определенный миф Калинаускаса каждый из нас несет в себе определенный миф это воздух который мы создаем чтобы жить чтобы функционировать он достаточно неопределенный фрагментарен расплывчат мы его лепим из разных мифов это синкретический миф то есть собранный из других мифов но если мы будем слепо проживать свою жизнь не видя тех структур которые Сергей наверное вы называете психологическими структурами естественно Юнг очень много об этом писал вслед за Зигмундом Фрейдом естественно существуют новые психологические учения но эти учения не дорастают до ранга универсального мифа они в основном имеют некую профилактическую и медицинскую я бы сказал направленность не замахиваясь на космогонические пространства Гурджиев ведь считал что и утверждал что в иерархии существ Бог занимает 21 место сыновья божьи занимают 19 и 18 этаж он находится на 18 этаже а все остальные находятся где-то на первых 10 этажах это тоже было частью бурджейского мифа я бы закончил вот эту предварительную часть мыслью о том что мы должны знать в каких мифах мы живем мы не должны слепо быть управляемыми определенными подсознательными структурами мы должны осознавать силы внутренние которые действуют в нас национальные европейские азиатские связанные с нашим родом с нашими предками с нашим образованием с влиянием влияниями которые мы испытали и мы должны постоянно каждый из нас задавать себе вопрос кто я откуда я пришел куда я иду каков проект моей жизни кстати это один из важнейших вопросов которые мы задаем в институте культуры состояния и какая моя непосредственная какую задачу непосредственную я ставлю на год на месяц на день на час человек который не ставит себе задач человек который не дает себе постоянные задания которые не создает для себя осознанную канву трансформационную канву человек спящий он только думает что он бодрствует он спит вот эта задача которую каждый из нас обязан ставить это вывод мой конкретный из беглого взгляда на мифы современности древности и гуржиевский миф спасибо за внимание прошу вас поднимать о вопросах господа у нас есть час если я не ошибаюсь на вопросы и ответ Аркадия Борисовича прошу вас Игорь Анатолин у меня такой вопрос вот вы все время говорите миф миф вот чтобы вас более точно понимать а что для вас не миф вот в какой понятийной системе координат вы обитаете ваша крана сейчас разденусь вы кирилловец кирилловец да мой друг Кирилл сидит здесь давно не перечитывал давайте попробуем попробуем ответить так на ваш вопрос что же для меня не миф внутри каждого мифа то что вытекает из этого мифа и то что очевидно в пределах очевидности мифа то не миф только то что находится внутри каждого мифа то есть допустим элементы марксистского учения это не миф в пространстве марксистского учения в пространстве христианства причастие и поедание тела Христова и выпивание крови Христовой это не миф абсолютно в пространстве Гурджиева долг человека создать высшее бытие тела это не миф то есть это элементы не миф это элемент мифа то есть это некоторое внутреннее миф это большое министерство а внешняя позиция например из которой вы говорите про разные мифы это соответственно тоже миф это мой миф которым я делюсь прошу когда разговор о христианстве и исламе сейчас сразу вопрос предположим в исламе в данном случае существует то что Мухаммед сказал что каждый мужчина может иметь четыре жены в христианстве считается что я один муж одна жена то есть невозможное внучание и тому подобное все время перед Богом и так далее вопрос такого характера мужчина если он считается может моногамм полигамм может как это будет правильнее с вашей точки зрения с точки зрения Горжиев либо с христианской точки зрения что он является моногамм и в какое место в данном случае занимает женщина является она полигаммом или моногаммом что говорит на эту тему Горжиев и что думаете вы взаимоотношение между мужчиной и женщиной прошу прощения каждый воскрывающий желательно если он будет представляться Николай я боюсь что мне будет трудно ответить на ваш вопрос потому что вы не задали систему координат и я могу просто переливать с позиции души с позиции сущности как по душе это хорошо с позиции души Аркадия Ровнера и его сущности я просто вам приведу пример двух моих знакомых у одного из них ну скажем уголовное воровское детство он человек очень широкий у него две семьи он их обеспечивает две семьи и живет он с девушкой которую мы с Кириллом хорошо знаем у этого человека у него никаких нет внутренних мучлений и страданий он живет очень хорошо слава богу он раньше у него была целая вереница там женщина сейчас он уже в возрасте немножко остыл и живет такой очень недавно месяца два назад ко мне пришел молодой человек доктор у него жена и двое детей молодой совсем 30 с чем-то лет и вдруг он влюбился он первый раз в жизни полюбил и ему ответила эта девушка любовная и вот у него семья он совестливый человек но у него есть и эта девушка женщина с которой он живет и он пришел ко мне и спросил как мне быть и я хочу заниматься работой я хочу чтобы вы мне помогли я сказал ему знаете вы сначала решите вопрос вы мужчина если вы не можете так жить как вы живете семья с одной стороны и ваша любимая с другой стороны то вы либо бросите семью либо бросите эту женщину и отправил его когда я его отправил я начал учиться я вспомнил Оша Раджниша который говорил вы все торопитесь вы куда-то бежите я бегу рядом с вами и даю вам на бегу просветление вы еще быстрее бежите я еще быстрее рядом с вами бегу и опять даю вам просветление я так помучившись думаю ну не красиво мне звонить ему хорошо бы он мне еще раз позвонил он мне позвонил на следующий день я был счастлив я сказал ему вы знаете я во всем был неправ вам конечно можно работать со мной я сделаю все что смогу чтобы вам помочь вот и мы попробуем с вами решить ваш вопрос вместе может быть этот рассказ о двух этих людях один из них живет вполне благополучно нарушая все законы на ногами а другой мучается и мое переживание по поводу того что я отверг было второго человека вот может быть даст вам ответ о моем сущностном решении этого вопроса нам не надо вмешиваться ни вам ни мне в чужую судьбу надо строить свою жизнь согласно своей совести и сущности не судить других людей вот а помогать всем и тем и другим прошу вас да пожалуйста да да мое имя Малдис и я хотел задать вопрос по поводу документального фильма о Гудживе в котором вы тоже участвовали в своем интервью вы делали очень большой акцент на слово внушаемость что одна из задач Гуджива было бороться против этой тенденции людей внушаемости и я хотел спросить это вы серьезно так считаете или это был просто ну чисто ситуативный ответ ввиду того рода вопросов которых вам задавали создатели фильма вы знаете этот фильм это позорная страница моей жизни фильма не было ко мне пришли очень милые люди сказали что хотят снимать фильм и просили дать интервью они снимали меня ровно два часа первый час из этих двух часов выложен в интернете в фильме они использовали одну или две минуты из этих двух часов съемок они создали отвратительный фильм который теперь переведен на все языки показанный в Греции и в Америке и везде этот фильм отвечает запросам самого низкого вкуса это коммерческий бульварный фильм он и называется бульварно Гурджиев Гитлер Сталин Гитлер Сталин Гурджиев если вы можете извините меня за этот фильм и за мою недальновидность если бы я знал каков будет продукт я бы никогда с ними не связывался не давал интервью единственное свое оправдание я попросил друзей выложить в интернете первый час моих ответов его можно найти вполне в интернете называется интервью Аркадия Ровнера для фильма такого-то и там вы можете хотя бы часть услышать половину моих ответов и вы увидите что я попал в королевство кривых зеркал есть еще господа вопросы Вадим пожалуйста Вадим я по поводу кредо все хочу выяснить ваше кредо вы какую концепцию жизни прибеживаетесь вы уже достаточно созревший человек много чего забыли и выводы вы кто? да вы ли я прикал к стойке вы знаете вот наверное трудно молодым это понятие в это поверить но я себя чувствую человеком который ищет человеком который делает первые шаги человеком сомневающимся человеком с определенными устойчивыми стереотипами мышления творчества и поведения если посмотреть на себя со стороны а только так можно определить феномен Аркадия Родни то это довольно длинная жизнь 70 лет за плечами в молодости поиски я окончал философский факультет Московского университета я учился в духовные семинарии в Нью-Йорке 10 лет я учился у многих учителей у меня было два наставника вторым был Владимир Степанов я прошел через очень важную полосу духовных практик в Америке которые сформировали мое внутреннее ядро я я себя воспринимал до очень позднего возраста как русского писателя с мистическим интересом потом я увидел что писательство все-таки на втором месте а на первом месте мои мистические интересы я меняюсь и каждый раз это определенная конфигурация которая частично отражается в моих книгах она отражается также в моей работе с людьми я 16 лет в России работаю с людьми в разных городах к этим людям присоединились мои друзья из Европы и Америки это определенное пространство которое меня формирует и которое я формирую я точно знаю некоторые вещи например я точно знаю что 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 современный мир находится в духовном вакууме я знаю что новое учение подобное учению Гурджиева новый синтез подобный синтезу Гурджиева является потребностью времени потому что учение Гурджиева в значительной мере за последние 60 с чем-то лет после его смерти устарело значительно устарело и уже не очевидно я слышу всем своим существом нужду в этом новом синтезе и в новом в наполнении того вакуума в котором мы живем сегодня в мире я слышу эту нужду и вы знаете наполнить этот вакуум одним желанием и одним художественным творчеством нельзя нужно определенный нужно определенная помощь и определенная благодать которую я слушаю и жду я все-таки хотел бы сказать вам что во мне нету законченности я смотрю на себя как на дерево которое которое растет и которое может дать вот я еще очень извините я имею ввиду прошу вас у меня два вопроса один вопрос по поводу духовного вакуума почему вы считаете что это плохо и почему вы считаете что его нужно наполнять а не наоборот длить то есть когда вы наполняете то вы искуете вернуть наполненный этот мир опять в ситуации то есть когда мир наполняется какой-то очередной идеологией или там духом можно назвать но начинается со временем больших потрясений вы не согласитесь то есть может быть наоборот нужно длить вот эту пустоту это такой вопрос как бы по сути и второй вопрос но скорее про вас насколько я читал вашу биографию вы в 70-х годах уехали в Америку а вот лет 30 назад решили вернуться почему вы решили вернуться в Россию в бывшее постсоветское пространство все-таки Америка это один из центров мира у вас есть миф об Америке ну наверно но он так бы да спасибо да вопрос вопрос о альтернативе длящегося вакуума и появление нового опасного и турбулентного учения мне кажется ответ на него очевиден этот вакуум очень низкого качества это не вакуум это это определенное наполнение которое я воспринимаю как духовный вакуум наши жизни заполнены до предела заполнены рекламой телевидением компьютером интернетом работами заботами и это не пустыня пустыня это не пустая комната пустыня это это всякие всякие змеи ящеры крысы и другие существа которые живут в пустыне это грызуны это ядовитые существа и этими ядовитыми сущностями заполнен воздух этой пустыней и когда я говорю о новом мифе новом универсальном мифе который не может быть сфабрикован Аркадием Ровнером он может прийти к Аркадию Ровнеру он может прийти к вам к Дмитрию если он придет к вам я приду к вам с ладонью протянутой и попрошу у вас немного вашего вашего золота вашей платины поэтому противопоставление не безвременя и опасного наполнения противопоставление разных качеств разных вибраций безусловно новое учение это огромная опасность это войны это то что принесло христианство в начале это то что принесло мусульманство вспомните там пять веков до 12 века мусульмане все захватывали расширялись монголы расширялись вот есть эта опасность но это все-таки с моей точки зрения это жизнь это жизнь это борьба идеи это борьба учений это борьба это другой уровень христианство первые шесть веков было духовно живо там была духовная динамика после шестого века христианстве практически пропала духовная динамика а все эти новые движения они были в основном внешними движениями повторяющими то что уже произошло в первые шесть веков да я за мир опасный но живущий насыщенно и хотел бы при жизни увидеть вот это новое наполнение я что касается моего возвращения в россию это конечно личная судьба говорят что надо питаться теми продуктами которые произрастают где ты живешь это полезнее всего вот эти продукты произрастают в пространстве россии и этого и большего пространства сейчас включая европу включая кавказ прибалтику азию это мое пространство я растение этого пространства я точно не американец для меня 20 лет в Америке были мучительны потому что я был как рыба выброшенная выброшенная на берег чужой вот и я думаю что каждый из присутствующих знает где ему где он дышит полной грудью где есть те вещества в почве которые питают его в Америке я очень много получил я много друзей я полюбил Нью-Йорк я полюбил определенный круг друзей вот и она дала мне внутреннюю свободу которой нет у моих друзей оставшихся в этом тяжелом пространстве советском и постсоветском вот и этой свободе они где-то видимо сочувствуют может завидуют вот поэтому я благодарен своей судьбе какая она не есть вот Америка это 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 исторически наше будущее то есть это опустошенность которая достигла еще более низкого уровня опустошенность это пожалуйста да пожалуйста секреты пожалуйста да потом Андрей меня зовут Сергей вопрос очень простой каков ваш личный миф господин Аркадий Ровный потому что как этот ваш личный миф связан с мифом Гурджиева какое кредо этого мифа какие духовные практики вот вы используете для самосовершенствования для работы с вашими учениками и последнее это как это все соотносится с вашей замечательной художественной прозой с вашими рассказами с вашими эссе вот мне очень интересен рассказ внутренней Калифорнии вот я не могу понять просто жанр что ли это утопия или идиллия или пародия в какой-то мире или символ какой-то веры в загробную жизнь есть ли вот вот это бессмертие духовная душа бессмертная или нет в вашем мире вот спасибо да ну на эту добрую дюжину вопросов частично я ответил говоря о своем предо вот а сказать немного о работе созданного мною пространства или созданных мною структур я с удовольствием это сделаю последний вопрос бессмертная душа на него я тоже попробую ответить в той мере в какой я могу вернувшись в Россию из 20-летнего так сказать пребывания в воздухе американского мифа кстати наверное будет забавно вам узнать миф о Нью-Йорке который я услышал от своего друга Томаса Берри интеллектуала с которым я дружил Томас Берри рассказывал что существует есть такая ведьма которая контролирует город Нью-Йорк всех людей прибывших в Нью-Йорк из Европы она старается удержать в Нью-Йорке и сделать и сделать поданными своего царства она всевластна над этими людьми но мужественные сильные люди уезжают из Нью-Йорка в глубинку и становятся настоящими американцами а вот те кто остается в Нью-Йорке это люди консервируют свои прежние личности европейцы остаются европейцами китайцы остаются китайцами японцы японцами и этого хочет ведьма но сильные духом побеждают гипноз и внушение этой ведьмы уезжают куда-нибудь в глубинку в какие-нибудь скалы в какие-нибудь дебри в какой-нибудь новый Орлеан и становятся подлинными американцами вот 20 лет я жил в Нью-Йорке с трудом и очень редко выезжая в другие части Америки дважды был в Лос-Анджелесе ездил на северный юг по восточному побережью и если бы я не вернулся не реэмигрировал я бы конечно продолжал бы жить в Нью-Йорке Нью-Йорк это место где можно очень долго не стать американцем за это я очень ценил этот город американцем наверное я все-таки не стал по внутренним структурам сохранив свой стержень есть также в Америке идея трех поколений наверное вы знаете об этой идее люди приехавшие в Америку это очень упорные козероги быки они какие приехали такими остаются они вредные они очень плохие люди антиамериканцы их внуки третье поколение становятся настоящими американцами а вот их дети второе поколение это самые несчастные они не то и не другое они не упорные быки приехавшие в Америку и не настоящие американцы они не уверенные их жизнь треплет бьет у меня ощущение что американцы теряют вот тот элемент традиционный который есть у приехавших в Америку и их дети постепенно теряют и они растерянные а внуки теряют и они уже счастливы они уже счастливы у них нет хребта у них нет принципов они гибкие они хорошо устраиваются и прекрасно живут в Америке приехав из Америки я начал работать с людьми в России ко мне потянулись какие-то люди стали создаваться первые кучки группки фактически с приездом моим в Америку совпала публикация книги Игоря Калинаускаса молодого человека которого я очень плохо знал пару раз встретил в Вильнюсе перед эмиграцией он в этой книге под названием Жить надо на какой-то странице написал теперь я открою секрет Аркадий Ровнер это мой духовный учитель когда я приехал в Америке то я оказался духовным учителем человека создавшего огромную систему по Советскому Союзу имеющим последователей в десятках сотнях городов и меня стали приглашать в эти города учитель учителя приехал и я начал проводить с ними занятия и так длилось года полтора пока наконец из этого количества людей не выделилось несколько групп которые уже отделились от Калинаускаса и стали работать со мной потом эта система начала разрастаться потом она стала сужаться сегодня она небольшая полбюжины городов и я не стремлюсь к количественному росту наших рядов один человек это большое событие когда у нас появляется один друг это большая радость у меня нет учеников мы все знакомые друзья более близкие более далекие разве что я у всех учусь насколько мне удается у нас нету такой субординации как Владимира Степанова и как у Калинаускаса и как это было у Гурджиева моя фигура не является принципиальной принципиальным как в буддизме является каждый человек не бог не пророк не учитель а каждый человек который входит в нашу систему у него появляется внутреннее беспокойство которое которым я заразен вот и это беспокойство оно и со мной и без меня это беспокойство связано с долгом человека реализовать свою сущность вот каждый идет своим путем и вслед за Гурджиевым мы придерживаемся убеждения что есть три линии работы и они абсолютно необходимы одна линия работы это работа с собой это преодоление себя это построение себя вторая линия работы это работа в группе работа с людьми взаимная помощь и третья линия работы определяется Гурджиевым как работа на целое это целое может быть городом это может быть я не знаю нашей системы из нескольких городов этим целым может быть страна для меня на данном этапе моей жизни целым является определенная проекция России Европы и Америки ну под Россией бывшее советское пространство Европы и Америка потому что у нас есть города с группами на Украине есть наши друзья в Амстердаме живет девушка которая много делает в нашем пространстве в других городах вот это пространство оно заботит меня качественно а не количество потому что задача не расти какая разница будет нас сто человек или тысяча человек это все никакого значения не имеет задача идет задача связана с тремя линиями работы это собственное преобразование это создание совершенно новых типов типов человеческого общежития человеческих отношений вы понимаете как это важно создать пространство где люди с одной стороны чувствуют себя свободно с другой стороны друг другу дают постоянные импульсы роста и третье это видеть перспективу целого учиться и учить людей из разных пространств из разных стран вот мы приглашаем людей из Франции Бельгии Греции приглашали людей из этого нашего пространства бывшего подсоветского пространства они ведут семинары мы проводим мы ездим по Европе только что мы вернулись с Гурджиевской конференции из Легенсбурга где мы жили в католическом учреждении ходили на службы католические мы открыты всем формам духовной жизни не беспокоимся о том что о нас подумают последний вопрос что я думаю о бессмертии души вы знаете этот вопрос решается в общем-то одинаково всеми традициями но терминология другая мне сейчас последние годы десятилетия близка Гурджиевская терминарология Гурджиев считал что нету человека более важной задачи чем задача работать над тем чтобы умереть достойно и не умереть как собака так грубо он это называл собака когда умирает останется кожи кости сгнивает все умереть достойно это значит создать при жизни некая некая духовную сущность которая переживает смерть переживает смерть вот и мне кажется что человек который живет спонтанно и не дает себе каждый день задания и не создает системы духовного развития для себя с помощью Аркадия Ровнера или с помощью кого-нибудь другого может быть если человек спорадически занимается какими-нибудь йогами или тайши или цугуном или чем-нибудь еще то это мертвого припарки человек должен построить для себя жизнь как работу жизнь это система усилий и это одно из моих глубоких убеждений и моих ледов что долг человека это непрерывные духовные усилия и для этого нужна группа для этого нужен наставник для этого нужна перспектива если человека несет поток то известно что человек это растворится в конце концов в океане человек должен создавать свой поток свою вертикаль это главная идея нашего сообщества у нас нету идеологии то что говорю я можно выразить сорока различными способами у нас нету вот этих блоков которые есть у Калинаус которые все-таки есть у Горджинина я понимаю идеология очень быстро сгнивает идеология сравнима с империями Наполеона Александра Македонского и Сталина идеология это очень крепкая сильная вещь но ненадежная царство Лао Цзы царство Иисуса и Пифагора оно нежное и мы стараемся жить в этом царстве и не создавать блоков законов принципов Пожалуйста Андрей Петров Да очень приятно Получается как бы три в одном Да вопрос Первый Насколько вам у вас получается проявить свою сущность через поэзию Можете ли вы не писать стихи и что вам дают другие поэты Ну может быть даже например Виктория Алексеева Андреева Андреева извините Вы знаете я уже сказал что я определял свою ситуацию как ситуацию литератора с мистическими интересами Потом это поменялось я стал мистиком пишущим Фактически с самого начала я видел свою судьбу как судьбу пишущего человека и судьбу человека работающего над собой и судьбой и это стало двумя потоками которые друг друга омывали соприкасались расходились временами один поток был сильнее чем другой поток вы отметили поэзию поэзию поэзия это искусство это определенный строй души если она если она человеке она есть можно убить в себе поэта можно не писать стихи быть поэтом до конца жизни я думаю я не убил в себе поэта и я думаю что и прозаика это вещи которые культивируются и остаются с человеком на всю жизнь Сомачи Балкоичи Друзья есть еще одно одно блюдо в нашем репертуаре это 25-минутный фильм в котором тоже об Эльбрусе вчера я показывал один фильм сегодня мы можем показать этот фильм вам вот на стеночке да ну вот я думаю не надо ничего добавлять к этой замечательной картинке появившейся здесь слепые слон вот каждый миф каждый миф это либо хобот либо бивни либо хвост либо живот либо ноги слона разумеется для того чтобы для того чтобы воспринять всего слона надо прозреть я не знаю ничего важнее да в нашем институте культуры состоянии у нас есть хотя мы не идеологичны у нас есть два таких квази квази зак квази принципа один принцип звучит так человечество находится в ущербном состоянии а второй принцип такой же короткий у человека нет более высокой задачи более важной задачи чем работа на своем состоянии поэтому институт культуры или культивации или работы в нашем состоянии человек который прозреет он увидит всего слона он увидит себя в полном объеме он увидит откуда он пришел и куда он идет для того чтобы прозреть нужна постоянная работа над собой нужна работа в группе нужна работа на целое недостаточно читать хорошие книжки это абсолютно недостаточно извините можно уточнение что же будет после смерти что есть смерть для вас и какая трансформация происходит человек который не делает усилий умрет как собака что будет с той же сущностью которую человек допустим вырастил в себе после его смерти куда она девается если человек вырастил в себе временно бессмертную сущность то она временно живет как ощущение конечно время его жизни то есть реинкарнации как таково нет для того чтобы реинкарнировать надо создать некий агент реинкарнирования если у человека ничего нет то после смерти никакой реинкарнации почему буддизме и можно реинкарнироваться в жабу или в камень ну да наверное в жабу может Игорь последний вопрос у меня вот вопрос изнутри рижского мифа то есть самое что ни на есть не миф на его вот у писателя рижанина Андрея Левкина есть рассказ питомник Бурджиева он заключается в том что накануне мировой только не пересказывайте я хорошо знаком с Андреем дружил с ним соответственно тогда вопрос просто для тех кто не читал в итоге значит был создан в Риге голем латышский стрелок Чапаев сначала ну да в общем там а вопрос такой а вот вы не могли бы прокомментировать как Гурджиевет ну вот насколько Георгий Иванович был связан с Ригой мог быть связан и вообще вот и насколько вот для вас вот нити рижский миф и Рига является местом каких-то вот странных или не странных происшествий состояния о которых стоит вообще говорить если даже Гурджиев физически не был в Риге никогда в жизни если даже так то Андрей Литкин безусловно писал правду и его произведение обладает огромной силой правды честь ему и хвала за то что увидел в тонком мире то о чем он написал в своей прозе вообще это замечательный человек у него есть прекрасное произведение посвященное мута наверное вы знаете или не знаете существо которое живет у людей за спиной для которого люди являются наездниками как вошедни взаимоотношение человека с этим существом немым мута это мют по-английски немое существо не умеющее говорить поэтому я целиком подтверждаю что Гурджи создал и Чапаева и конечно же латышских стрелков и много других стрелков он создал многие из них уехали в Америку живут в Европе и продолжают стрелять по разным мишеням довольно-таки успешно все это в Лиде все это в Лиде началось замечательно а вот ваши контакты с Ригой мои контакты с Ригой минимальные но теперь я думаю они значительно с вчерашнего вечера утончились я встретил компанию замечательных людей и это не последняя компания которую я встречу вот каждый человек как бриллиант был во время этой встречи и я рад что здесь кристаллизовались такие люди я честно говоря по дороге сюда думал что я здесь застану более размытую ситуацию растерянную самое главное что я слышал вчера это возможность отзывчивости в людях отзывчивости на определенный духовный апил я не знаю по-русски сказать вот есть если задать хорошую ноту то можно на ней встретиться на этой ноте и на близких интонациях встретиться с людьми и продолжать жить вместе дружить вместе работать вместе все-таки мы создали очень я и мои друзья очень особое и очень сильное пространство и это большая ценность редкая ценность она обладает магнетизмом это пространство друзья в этом фильме я много говорю поэтому я лучше помолчу сейчас по поводу фильма то есть сейчас мы будем смотреть фильм если вы пожалуйста я пожалуйста я немного подал но мне хотелось уточнить может вы это представили определение некоторых ваших терминов слов которые вы использовали которые я услышала вы сказали что вы не создаете принципов вы не используете идеологию и потом на мой взгляд ваши тезисы заявляли о том что в обществе каждый человек это ценность или жизнь это постоянное усилие и так далее или мир Христа Будды это мир а империя та или другая это идеология я хочу попросить уточить я подразумеваю что для вас идеология в одном смысле в другом но я бы хотела услышать ваши критерии понятия принципы идеология и когда они есть или их вообще нет достаточно просто и очевидно идеология часто повторяются идеология это мало идей и много повторений пойдите в любой музей европейский посмотрите на бесконечное количество христианских сюжетов у живописцев бесконечные распятия бесконечные пиета бесконечное благовещение и так далее аналогично повторение фашистских идей марксистских идей повторение скандирования слово демократия последние 20 лет начиная с Карбачева Мельцина и так далее гласность все это забивание гвозей я будучи литератором вкус не позволяет мне так забивать в людей гвозди если я повторяю какие-то вещи то стараюсь мы все повторяемся в силу ограниченности своей я стараюсь быть живым а не машиной которая воспроизводит одно и то же у меня нету формул если есть то это мягкие формулы которые можно забыть я повторяю много раз повторяю я говорю моим друзьям что люди которые приезжают к нам на семинар или участвуют в наших мероприятиях уходят от нас через две недели не забитые информации мы институт культуры состояния мы не боремся за истину мы боремся за хорошее состояние хорошее состояние мы все знаем что это такое какая-то ценность радость которую человек несет в себе стоит всех истин какие были есть и будут поэтому наша простая задача это нести радость радость это синоним хорошего состояния полноты силы избытка так что радости вам все мы с вами отдельно поговорим можно достаточно достаточно доставить я хотел потому что мы могли бы прокомментировать задать вопрос вопрос можно конечно нельзя конечно назвать христианин так же как и степан они христианство не имеют никакого отношения не могли бы прокомментировать почему Гурджиев и Степанов после смерти были отпеты православных храмов может быть вы согласитесь что они до какой-то степени принимали христианский мир не могу согласиться до какой степени они принимали дело в том что это процесс окончательный это как определение то есть перед лицом смерти вот то что Сергей спрашивал происходит окончательный выбор то есть человек может всю жизнь заниматься чем угодно как угодно то есть как говорят мораль это способ удовлетворения потребностей поэтому в течение семейских лет нужно потребность предупреждать как угодно и где угодно с кем угодно вот а перед лицом смерти все-таки люди определяются и это в смысле идеологии в смысле мифа в смысле конечности конечно конечность человека не человека пробудившегося не описывается никаким мифом ни христианским ни буддийским конечный результат человека это слон которого мы здесь видели а христианство буддизм губжевиана и иудаизм это все часть славы это часть невозможно же свою систему свой мир он синкретический он конечно там собран оттуда оттуда в общем натаскан почему он к концу своей жизни не создал систему погребения собственного чтобы его в его же так сказать мифе и закопали я не могу за за гурджиеву ответить на этот вопрос я думаю что я думаю что вопрос конечно адресован гурджиеву вы знаете я его лично знаю очень много вы знаете я хочу сказать вам что я конечно для своих друзей создаю серьезные трудности потому что я был последняя религия которую я принял было мусульманство я работал в суфийском в суфийском направлении много раз много лет жизни и мне сказали что когда перед моим вступлением что только мусульманин может быть сухим поэтому я принял мусульманство я не воспринимаю себя как мусульманин формально я принял мусульманство в 33 года меня не тревожит вопрос о мусульманстве христианстве иудаизме моих родителей которые были атеистами естественно советскими вы слишком драматизируете ситуацию с усталыми уставшими мифами христианский миф это уставший миф мусульманский такой же иудаистский вообще уже извините попахивает вот и поэтому я думаю что нету трагедии в том что люди через этот ритуал встретили слона если это процветление тем чем занимается ваш институт человек умер это его состояние смерти вот в этом случае лично вы в конечном итоге мы все к этому идем какого погребения хотели бы я бы хотел чтобы мои друзья обратились к вам за советом по вашему совету выбрали для меня да выбрали для меня погребения я даже попрошу их да скажите вы говорите о религии какое ваше мнение сейчас из слухи каббалистов это все слепые которые трогают разные стороны слона у них всех есть истина как и у писателя Андрея это реальный опыт у них есть духовный опыт у них надо учиться их надо уважать любить и холить и леять потому что время наше очень тяжелое и это самые светлые люди окружающие нас и прощать им их ограниченность не цепляться к ним господа я полагаю пора перейти к заключительной нашей программе то есть показывать фильмы времени у нас уже чрезмерно затрачено затрачено м м